Первое послание Коринфянам Первое послание Коринфянам, первая глава И мы будем читать для начала с 4 по 9 стихи С 4 по 9 стихи О, библия Хорошо У меня новая библия в планшете и все, я теперь не знаю, кто зайти Пойдем старым путем, с телефона будем читать Классика жанра Читаем с телефона, назидаемся Первая глава, как я уже сказал, с 4 по 9 стихи Итак, Павел Первая Коринфянам, первая глава, с 4 по 9 стихи Павел пишет Непрестанно благодарю Бога моего за вас Ради благодати Божьей Дарованной вам во Христе Иисусе Потому что в нем вы обогатились всем Всяким словом и всяким познанием Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа Который и утвердит вас до конца Чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сыном Его Иисуса Христа, Господа нашего Знаете, я читал послание Коринфянам больше 20 лет Ну, я в год несколько раз его читаю, да? Я вот никогда на самом деле, наверное, не обращал внимания На такой позитивчик, который мы читаем в первой главе этого послания Потому что обычно есть такие, знаете, есть позитивные послания Послания фессалоникийцам, послания филиппийцам, послания ефесянам Там позитив просто прет Просто избыток позитива Хочется с кем-то поделиться Послание Коринфянам, оно обычно такое, знаете С одной стороны, там много всего есть С другой стороны, их Павел постоянно ругает Постоянно их ругает Я не знаю, как они его продолжали любить Но он их постоянно за что-то ругает Он их облегчает Вы знаете, это самое страшное Что Павел облегчает людей Это же просто жесть Он говорит одному брату Ты, пожалуйста, перестань спать с женой отца своего Как он мог? Сегодня я попробую кому-то в церкви скажи Перестань спать с женой отца своего Он скажет, пастор, ты там напрягаешь меня Нет, Павел Ну там тогда, видно, жен много было у отца Он не помнил всех их И кто-то из сыновей этим пользовался Наверное, такие вот ситуации происходили в Коринфе Но начало этой первой главы Павел, он цитирует Он констатирует факты того Что Бог уже дал Коринфянам Итак, что же он им дал? Давайте посмотрим Первый, Павел благодарит за это Что по благодати Божьей Во Христе Иисусе Написано Вы обогатились всем Что он говорит под словом Обогатились в первую очередь Всяким словом Всяким познанием Ибо свидетельство Христово утвердило с вас Так что вы не имеете недостатка Ни в каком даровании Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа Друзья мои Давайте обратим внимание на самих себя сегодня И на самом деле Давайте будем честны Что мы с вами По благодати Божьей Мы обогатились Всяким словом То есть Каждую пятницу как минимум Вы слышите Слово Божье Мы имеем познание То есть мы имеем знание Слова Божьего Мы имеем знание Бога Мы знаем о Боге Мы знаем Бога Это все зависит уже от отношений личных Да Но все равно же Мы это имеем У нас нет недостатка Писания ведь ни в каком даровании Сегодня вот мы послушали Прекрасное прославление Вот сидел брат Сидел годами за пультом Учился петь Играть на гитаре Смотрел и другие это делают И потом вышел и запел и заиграл Мы видим да Раз так Первый раз попробовал и получилось Мы видим да Шикарно получилось Да ладно То есть нет недостатка ни в каком даровании Кто-то стоит проповедует Кто-то сегодня пел Кто-то на пульте сидел Кто-то сидит переводит сейчас На высокий английский С простого русского Амин Каждый Да Имеет И вот Человек который не понимает Что я сейчас сказал Он говорит амин Потому что духом открывается ему Что я говорю о нем И о ней В данной ситуации И это работает Дары Кто-то снимает сейчас Видео Кто-то потом его будет монтировать Кто-то там еды вкусной наготовил И я уже о ней думаю Я думаю надо спланировать покороче сегодня говорить Потому что там есть дарования Прекрасные на столе стоят Понимаете что все это И это все наши дары Которые Бог нам дает И это еще не все проявляется Потому что очень часто мы стесняемся Мы стесняемся подойти И сказать Пастор Ты знаешь Вот я хочу вот это делать Чаще мы не стесняемся Подходить и говорить Пастор Надо вот это сделать Это никто не стесняется Это там все такие смелые Пастор Надо вот это Вот это И вот это нам надо Все Это я ж не против Павел пишет Что у нас нет никакого недостатка Ни в каком даровании Вы верите в это? Я верю что в нашей церкви Нет никакого недостатка Ни в каком даровании Я в этом не просто верю Я не то что обсужу себя знаете И как мантрой Убеждаю себя У нас нет недостатка Ни в каком даровании Провозглашаю это Я это знаю Я в этом настолько уверен Что у меня нет грамма сомнения Павел пишет Что в явлении Господа Иисуса Христа Он нас утвердит до конца Вчера мы в Аждоде разбирали вопрос Встретимся ли мы с Господом или нет Ну в смысле в теле Все зависит от размера тела Конечно но Встретимся ли мы в теле или нет Думаю что встретимся Но Писание говорит Что даже если кто-то не встретится Он воскреснет И все равно встретится Смотрите какая радостная новость На самом деле Мертвому во Христе Очень быть выгодно Вы думаете Как это выгодно? Я вам расскажу Умер такой во Христе Переждал все Жару Холод Не надо на работу ходить Оплачивать счета Я никого не обижаю на меня Никто не обижается Живу такой мертвый там во Христе Жду Прихода Господа Вы как-нибудь видите Смотрели на это с такой стороны Переждал Господь приходит Я такой раз воскрес Такой здрасте пришел На все готовенькое Нормально? Вот так вот ребята Но Всех кто живы во Христе Я вам хочу сказать Господь на вас полагается Особенным образом Он вам доверяет очень сильно Что вы его не опозорите Не только не опозорите Но и прославите Это очень важно Девятый стих Верен Бог Которым вы призваны В общение С Сына Его Иисуса Христа Господа нашего В английской Библии Я сегодня читал Перевод New Living Translation Там написано Что верен Бог Который призвал нас Не в общение Написано А в партнершип Который призвал нас В партнерство Который призвал нас В партнерство С Сына Его Иисуса Христа Представляете как классно То есть мы не просто призваны Общаться с Иисусом Молиться Или как-то еще Разговаривать с Ним Но мы призваны В партнершип То есть в партнерство С Иисусом Христом То есть Иисус не зря сказал Что дела Которые я делаю Вы сделаете Еще даже больше Представляете Сколько Он нам доверяет Когда говорит Что вы сделаете больше Чем даже я делаю Это мощно Сегодня через интернет Ты можешь проповедовать Большему количеству людей Чем Иисус проповедовал Сегодня Если ты верой будешь Возлагать руки на больных Они будут исцеляться И у Иисуса было всего Три года На все это дело У нас Есть больше Если кто-то не схитрит И не решит быть Мертвым во Христе По какой-то причине У нас есть больше Времени Мы с вами Безграничны Потому что сам Бог Безграничен И мы подобны Ему Потому что Господь Бог сказал Сотворим человека По образу нашему По подобию нашему Сотворим их Мы Подобны Богу Нету границ Все границы Это в нашей голове Все Чем ты себя ограничиваешь Все что ты говоришь Я этого не могу Это все только В твоей голове Давайте мы дальше Почитаем Тридцатый стих Этой же главы Тридцатый да Тридцатый стих Этой главы От него и вы Во Христе Иисусе Который Сделался для нас Премудростью От Бога Праведностью И освящением И искуплением Итак От него и вы Во Христе Иисусе Который сделался Для нас Премудростью От Бога Праведностью И освящением И искуплением Чтобы было Как написано Хвалящийся Хвались Господом И вот Сейчас я хочу Открыть Тоже Знаете Интересно Этот Чаптер Чаптер Ван Окей Тоже Так получилось Читал сегодня На двух языках И тоже На английском Здесь написано Это же место Оно очень интересно Показано Так То есть Не просто От него и вы Во Христе Иисусе На английском Написано God God has united You with Jesus Christ Бог Объединил нас С Иисусом Христом Да Дальше Вот по русски Написано Который сделался Для нас Премудростью От Бога И вот В английском Написано For our benefit God made him To be wisdom Itself Все нормально Да То есть Как бы совпадает И дальше Праведностью И освящением И искуплением То есть Christ made us Right with God He made us Poor And holy And he Freed us From sin То есть Он не просто Знаете Он сделал нас Праведными С Богом Он сделал нас Праведными С Богом Да Right With God Правильно я перевожу Все Да И он Он сделал нас Послушайте He made us Pure То есть Чистыми Он сделал нас Чистыми Он очистил нас Вот ты думаешь Я конечно С оружием Помылся сегодня Но внутри Я себя не чувствую Чистым Послушай меня Ты Без всякой Чистки Ты чист Потому что Господь Тебя очистил Представляете Господь Меня очистил И как бы Ты не чувствовал Себя грязным Внутри Бог тебя Очистил Хочешь с ним Поспорить Хочешь И он уже Поспорил с Богом Как-то Помните И он Он пошел В Яфа В порт Бог ему говорит Слушай Раз ты уже В порту То садись на корабль Плыви в Ниневию Он Короче думает Нет Сейчас я в Ниневию Поплыву Специально Ходил по остановкам Кораблей Там Искал корабль В другую сторону Нашел Европу Корабль Значит Сел на этот корабль И поплыл Был Шторм Выяснилось Что шторм По вине Ионы Послушай меня Если ты видишь Плохие погодные условия Возможно Это по твоей вине Береги Чтобы тебя Не выбросили Из корабля Его Выкинули Из корабля Не хотели Он сам сказал Ребята Выкиньте меня Потому что Так будет долго Кит Проглотил Иону И трое суток Иона Бесплатно Проживал В чреве кита Постепенно Иона Там худел За счет того Что кит Переваривал его Медленно Снаружи Его тело Уменьшалось Иона Иона Ионой Ионой В районе Берега Море Иона Выпрыгнул Оттуда Пока он Плыл до берега Заодно и Помылся После чрева Кита И выйдя на берег Он пошел В Ниневию Такая история Вот что значит Спорить с Богом Вообще Невыгодно Поэтому Если Писание Говорит Что Бог Нас очистил Я так и все Как это будет Такую историю Вам сочинил Если Писание Говорит о том Что Бог Нас очистил То Он Нас реально Очистил Даже если Ты этого Не чувствуешь Что там еще Написано На высоком Английском Ага Он сделал Нас Не только Чистыми Но и Святыми Холи Химейтас Холи Он сделал Нас святыми А я в захвате Я святой Я то думал Что только Лисанн святой Я святой Ты Каждый Из нас Свят Не потому Что мы Такие Классные А потому Что Бог Уже Сделал Нас Святыми Представляете То есть Ты просыпаешься Такое утром Никого не трогаешь Да И такой Весь Святой Чистый Что может быть Лучше Этого Давайте Посмотрим Вот один Интересный Момент Вопрос У вас есть Ко мне вопросы? Нету Вот У меня Есть К вам Вопрос Как нам Теперь жить С этой Информацией? Что Мне теперь Делать С этой Информацией? Не Ну конечно Как вариант Есть такой Ответ Я конечно Буду Ходить В эту Церковь Здесь Меня Любят И про Меня Хорошо Говорят Да Это Правильно Надо Ходить В эту Церковь Потому что Здесь Я действительно Любят И про Тебя Хорошо Говорят Но Что Нам Делать С этой Информацией? Неужели Мы просто Возьмем Эту Информацию И будем С ней Жить? Потому что Часто Мы видим Писание Места Где Господь Говорит Что Нужно Что Улучшать Укреплять Двигаться Дальше Давайте С вами Вернемся В начало В начале Давайте Мы С вами Откроем Книгу Бытие Книга Бытие Есть Книги Бытие Вторая Глава И Мы Прочитаем 15 Стих 15 Стих И Взял Господь Бог Человека И Поселил Его В саду Эдемском Чтобы Возделывать Его И Хранить Его Некоторые Сейчас Задают себе Вопрос Лезер К чему Ты Прочитал Этот Стих Отвечаю На ваш Вопрос Как Сейчас Мы Читали С Коринфян Что У нас Все Есть Готовое То есть Мы В принципе Пришли В церковь Божью Как Дети Божьи На Все Готовое То есть У нас Все Есть Бог Нам Все Дал Так Вот Когда Бог Создал Человека В саду Эдемском Написано Что Он Взял Господь Бог Человека И поселил Его В саду Эдемском Чтобы Возделывать Его И хранить Его То есть Бог Создал В саду Все Сам То есть Человек Был Поселен На Все Готовое Там Были Деревья Там Пальмы Были С бананами Там Все Было Манго Было Авокадо Было И Что Бог Говорит Да Он Говорит Ему Те Нужно Только Возделывать Его И хранить Его То есть Вопрос Зается Что Я Должен Делать В этом Саду Который Бог Дал Мне Здесь Сегодня Что Я Должен Делать В этом Саду Я Должен Его Возделывать И Хранить Все Что Мне Дал Бог Все Что Мы Прочитали В послании Коринфянам Все Что Мы Прочитали В послании Коринфянам Все Что Нам Господь Дал Чистоту Святость Праведность Всякие Дарования Нужно Возделывать И Хранить До Пришествия Господнего Господь Он Доверял Адаму И Когда Он Поселил Эдемский Сад Он Доверял Ему Что Адам Не Запустит Этот Сад Все Из Нас Имели Огороды Дачи Да Я думаю Так Все Кто-то Работал На Огородах Была Такая Ситуация Были Такие Ситуации Да То Знаете Что Кое Там Пропалывать Копать Сажать Собирать Понимаем Да Что Один Знакомый Пастор Однажды В Крыму Он Взял Себольшой Участок Земли В районе Джанкоя Он Сам Из Керчи Приехал Купил Участок Земли Посадил Там Что-то И Сказал Ну Что Приеду Когда Надо Будет Собирать Когда Он Приехал Он Увидел Что Там Он Ничего Не Видит Потому Что Это Просто Все Заросло Сорняками Запущено Все Вы Понимаете Господь Нам Доверяет Все Служение В церкви Свое Тело Вот У каждого Из нас Есть Тело Тело Это Храм Я Приведу Вам Пример Как Возделывать Свой Храм Вот Допустим У каждого Есть Мышцы Даже Если Их Не Видно У каждого Есть Мышцы Давайте Согласимся С этим Да У каждого Есть Кости Скелет На Скелете Есть Мышцы Мало Что Можно Сделать Со Скелетом Что Изменить Его В лучшую Сторон Как Увеличить Таз Уменьшить Таз Не Так Работает А Вот Мышцы Ими Можно Заниматься И Человек Который Возделывает Это На Нем Это Заметно Который Не Возделывает Эти Мышцы Заметно Что Он Этого Не Возделывает Допустим Да Как То Это Все Заметно Это Вот Наш Могим От Тели Когда Мы Говорим О Святости О Чистоте Тот же Павел В другом Месте В Другой Послании Он Пишет Со Страхом И Трепетом Совершайте Свое Спасение Ибо Воля Божья Есть Освящение Ваше Воля Божья Господи Ну Я Ж Что Ты Ел Сегодня Ты Утром Говоришь Что Я Уже Свят Бог Дам Святость Но Вечером Ты Говоришь Со Страхом И Трепетом Воля Божья Есть Освящение Твое Я Звучит Вопрос Что И Павел Вы Пришли В Эдемский Сад Мы С Вами Пришли В Эдемский Сад У Нас Есть Все Что Нам Нужно У Нас Есть Все Базовое Оборудование У Нас Все Есть Для Жизни Для Святой Для Праведной Для Жизни В Служении Богу Остается Простая Вещь Возделывать И Хранить Возделывать И Хранить Каждый Из Вас Если Заглянет Вглубь Себя Вовнутрь Себя Он Поймет Что Ему Нужно Возделывать И Что Ему Нужно Хранить Есть Очень Много Аспектов Есть Вещи Которые Тебе Могут Показать Пальцем А Есть Вещи Которые Только Ты Знаешь И Вот На самом Деле То Что Я Хочу Сегодня Оставить Вас Чуть Так Знаете Как Бы В Размышлениях Над этим Словом Чтобы Мы Пришли Домой Мы Подумали Господи Как Я Могу Возделывать И Хранить То Что Ты Мне Господу На Многие Из Вопросов Которые Мы Задаем Господу На самом Деле У нас Уже Есть Ответ И Внутри Нам Нужно Просто Быть Честными С С С С Открытыми Также Возможно С Другими Людьми Чтобы Задать Кому То Это Вопрос И Спросить Как Ты Думаешь Что Мне Надо Возделывать Что Мне Надо Хранить Но Господь Говорит У Тебя Есть Все Используй Это Еще Одно Место Мы Прочитаем С вами Перед Окончанием 1 Фессалоникийцам 2 глава 12 стих Как я Уже Сегодня Сказал Это Позитивное Послание 1 Фессалоникийцам 2 глава 12 стих Павел Пишет Мы Мы Просили И Убеждали И Умоляли Поступать Достойно Бога Призвавшего Вас Своё Царство И Славу Павел Умоляет Детей Божьих Чтобы Они Поступали Достойно Бога Призвавшего Нас Своё Царство И Свою Славу Как я Могу Поступать Достойно Бога Первое Я Должен Быть Тем В базовом Принципе Кем Господь Меня Призвал Быть Я Должен Быть Светом Этому Миру Я Должен Светить И Даже Если Ты Оден Сегодня В Темные Одежды Это Не Значе Ты Не Свет Наш Свет Он Идет Изнутри Наших Сердец Потому Что Иисус Говорит Что То Это важно А не то Что Входит Человека И Вот Когда Мы Призваны Богом Мы Несем Свет Людям Когда Мы Призваны Богом Мы Несем Благословение В этот Мир То есть На самом Деле Ты Сам Целиком Ты Являешься Благословением Для этого Мира И Господь Не просто Так Он Призвал Тебя Он Доверяет Тебе Он Не просто Так Спас Тебя Он Любит Тебя Но Он Доверяет Тебе Я Когда Размышляю Об этом Сейчас Я говорю И Говорю Вам А внутри Себя Вы этого Не Слышите Я говорю Себе Ильезер Представляешь Он Доверяет Тебе Слышал Да Ты Близко Сидишь Я Внутри Себя Ильезер Представляешь Он Доверяет Тебе Представляешь Насколько Важно Когда Кто-то Тебе Доверяет Амэн И Я не хочу Подвести Личность Которая Мне Доверяет Аминь Давайте Друзья Мои Будем Теми Людьми Которые Будут Расславлять Нашего Чудесного Бога И Оправдывать Его Доверие Аминь Давайте Мы Помолимся Вместе И Врагиха Дунай Вишмиреха Яэр Дунай Панав Илеха Виху Неха Иса Дунай Панав Илеха Ви Асем Лиха Шалом Шалом Бамаших Йешуа Мелых Исраэль Мелых Шел Коле Оולם Бамаших 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 Продолжение следует...